Здравствуйте, я Наталья Мартини и сегодня с вами я приготовлю Грессини Димодена. Грессини, наверное, все знают, что это такое. Это длинненькие, такие тоненькие палочки. Мы их сделаем толстыми и с начинками. И соус. Соус мы сделаем очень простой, на основании греческого йогурта с зеленью и украинскими солеными огурцами. Ну что, слава богу, тесто готовое. Нам его надо только достать, положить на бумажечку и немножко раскатать. Да, замуровали. Так, на бумажечке есть немножечко муки, для того, чтобы было удобно раскатывать. Опа-па-па-па. Все, что мешает, уходит. Все, что помогает, остается. Все и все, кто помогает, остается. Так. Я катаю как в длину, так и в ширину, потому что, когда очень длинные, худые палочки, неудобно их не готовить, не кушать. Мы сделаем их немножечко толстенькими и коротенькими. Так, тесто раскатали. Начинка. В начинку у нас войдет фарш куриный. Ого-го! Фарш куриный и такой же объем уже приготовленного гороха. Черный перец, зеленый лучок и соль. Собственно говоря, вот и вся начинка. Но вкус и закусочка отменные. Такое объединение Италии и Украины у нас все время происходит здесь, на этой кухне. Зелень можно заменить любыми травами, но зеленый келук, наверное, незаменимое для нас удовольствие и встретить свежего зеленого лука зимой. Так, соль. И, собственно говоря, пошла мешалка номер пять в работу. Все. Мы делаем такую единую массу, которая потом уйдет у нас в... Вот. Сейчас увидите, как она уйдет у нас в начинку. Фарш все свяжет, все вот эти отдельные горошинки, он свяжет между собой. И горох, когда вы будете встречать внутри, он будет потом раз и выдавать свой сок. Так, я сейчас просто поработаю быстренько руками. У нас быстрое блюдо. У-ла-ла. И мы просто возьмем вот так вот и раскатаем, разложим такие колбаски. Угу. Раз. Колбаска. Два колбаска. Вот. И... Угу. 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 Сейчас я их разровняю. Угу. Немножко не рассчитала. И теперь я буду растягивать начинку. Так. Все, что лишнее тесто, я обрежу сейчас. Все. Соберем все остатки, потому что нам не хватает. Уберем с рук, потому что на руках осталось еще половина начинки. И вернем это в процесс. У нас хватило только на три колбаски. Только на три грясини. Это была моя ошибка, но ничего страшного. Остальное тесто я либо положу свое другое, либо оставлю для другого случая. А теперь эти колбаски я формирую в такие трубочки. И потом они заворачиваются сами на себя. И я их немножечко подрастягиваю. Все. Я заворачиваю само на себя. Конечно. Ага. Вот я нашла часть вещи, которая мне мешала снять начинку. Так. Возвращаюсь. Я заворачиваю их сами на себя. Начиночкой. Аккуратненько внутрь. И растягиваю. И еще раз. Третий раз. Не откладывая в долгий ящик. Все по-быстренькому. В живом процессе формируется. Мы бы назвали длинные колбаски, трубочки. А итальянцы называют гриссини. И когда внутри, это в регионе модено, из каждой такой колбаски мы можем сделать сейчас три гриссини. Приблизительно. Я смотрю, чтобы они были одинаковые. И вот. Гриссини подтягиваем максимально длинными, насколько это у вас получится. И, собственно говоря, уже можно отправлять это все удовольствие на наш противень. Духовка в это время у меня стоит разогретая до температуры 200 градусов. И вот они. Красотки такие уходят на противень. С начиночкой. Красавчики. Я не знаю под что. С чем бы я могла это кушать? Я буду кушать это соусом сегодня. Но я могла это кушать еще просто с вином. Я могла это кушать вместе с супчиком. Я еще могла бы это употребить просто самостоятельно. Потому что они достаточно сочные. Тесто у нас бездрожжевое. Поэтому оно сильно не вырастет. Это уходит в духовку. Минут на 20-25. Так. А мы в это время готовим соус. Грисини мы решили приготовить соус на основе йогурта. Мы взяли густой греческий йогурт. Он вот настолько густой. Но скажу честно, он уже отдал водичку. Поэтому вот эту жидкость надо слить. Она нам будет сильно-сильно мешать в этом соусе. Вот немножко постоял, пару минуточек и отдал в лаву. Мы сюда добавляем оливкового масла. Обязательно это же соус. Нам нужно масло. И мы добавляем сюда сок. Даже не половина, чуть меньше лимона. У нас очень сочный лимон оказался. Для вкусовых качеств. И теперь соленый огурец. Мята. Тимьян. И розмарин. Эта вся зелень сейчас постепенно кусочками превратится в массу соуса. Так. Меленько нарезаем огурчик. Меленько, насколько у вас получается. Конечно, можно сбить в блендере, но мне не нравится. Очень хорошо встречать кусочки того, что ты знаешь, знакомых вкусов. Не просто какую-то массу. А вот он кусочек огурчика, вот он кусочек мяты. Мята сейчас абсолютно изменит вкусы знакомых специй. Но она сделает их более мягкими. Так как у нас вечер, мята успокаивает. Нам очень нужна мята. Огурчики готовы. Уходят в сторону, уступают место. Они уходят сразу в соус. Не надо никому не вступать в место. Всему свое место. Теперь мы берем основу. Мы берем нашу прекрасную мяту. О-ла-ла. О-ла-ла. Я дошла до твердых корешков. А не надо они нам там. Мы сейчас ее немножко подрежем. Конечно, мята очень сильно пахнет. И она начинает придавать абсолютно другой вкус. Пространство сейчас наполнилось запахами печи. И тут пришла мята и дала абсолютный запах свежести. И эта свежесть она будет сейчас держать в соусе и задавать тон. Так, тимьян очень непростая трава. Надо меленько оторвать все листички. Любовненько. Мы когда говорили про любовь, вот это уж точно дело любви. Надо столько терпения, чтобы оторвать листички от тимьяна. Потому что одно дело вы положили на сковородку, взяли запахи совсем другое. Взять листики и сделать из них соус. Да. Я люблю. Зимой очень хочется летних запахов и тепла. Поэтому мы позволяем себе покупать цвета лета. Это зеленые цвета. Салаты, травы, специи зеленые. Теплые цвета будут согревать, но зеленые будут давать чувство, что вы еще находитесь в лете. Наши зимы стали настолько серыми, холодными и неприятными, что хочется добавлять себе цвет лета. А это зелень. И поэтому мы на себе не экономим, добавляем очень много листиков всяких зеленых специй. Нелегко доставать их эти листики, они не даются, но мы достали. И теперь розмарин. Последний розмарин. Но я его буду немножечко мельчить, потому что розмарин немножко похож на елку. И поэтому зимой он даже придает нам вкус Нового года или елки в доме. И в соусе вы сразу почувствуете, что вот Новый год наступил. Только добавив розмарина, вы уже начнете ощущать запах и вкус елки. Он даже внешне похож на елку. Нам нужно посолить. Хотя там есть соленый огурец, поэтому немного. И вот мы сейчас сделали прекрасную заправку, соус для наших грисини. Вечер удался. Это легко, это питательно. И это не нагрузило нас, а позволит еще как это, более быстро, легко переварить хлеб, мясо. Ну, то, что у нас есть сегодня в грисини. Все, чувство лета. Для меня лето. Италия. Вот я сейчас смотрю на него, и для меня это цвет Италии. Это одна из заправок в разные летние салаты итальянские. Так. Грисини уже скоро будут готовы. Они уже поднялись, уже открываются. И минут 5-10 они будут готовы. Соус готов. И, собственно говоря, мы можем идти отдыхать. Кто-то наливает себе вино, кто-то идет разговаривать с любимой, кто-то принимает душ. Все, ждем грисини. Ну что, минут 10-15 прошло. Я не засекала время. Я посмотрела просто, что они готовы. Мне легче. Вот какие красавчики получились. Ого. И теперь осталось их только переложить. Подготовить свой аппетит. Ого. Хороши. Хороши. Ручки мои чувствуют жар. А вы мне только верите, а? Вот. Теперь, как их кушать? Можно было бы просто так, но нет. У нас есть соус. Я уже жду его вкус. Предвкушаю его вкус. Потому что мята, огурчик и другие средиземные травы делают свое дело. Вот. Итого. Я бы взяла горячими руками, но я не могу. Слишком, слишком для меня даже. Для того, чтобы показать, как это скушать. Ва-ва-ва. Я беру какого-то красавчика. Ай, супер. Вмакаю это в соус. Конечно, я могу ложечку положить, но я решила, что это... Я преподам именно так. И, широко открывая руку, наслаждаюсь. Очень вкусно. Мне было очень вкусно. С вами была Наталья Мартини. Готовьте и наслаждайтесь сами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова